МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. На белорусско-польской границе открылся новый автодорожный пункт пропуска Пещатка. Работать он будет в международном статусе. Пропускная способность объекта выросла более чем в два раза. Все благодаря новейшей технологии пропуска граждан, товаров и автомобилей без бумажных талонов. При въезде в пункт пропуска регистрационные номера машин считывает и распознает спецоборудование. Проект реализован в рамках трансграничного сотрудничества Белоруссии и Евросоюза. Мы понимаем, что необходимо комфортное пересечение гражданами границы, чтобы время прохождения границы транспортными средствами и грузами уменьшалось, сокращалось. Соответственно, наши все задачи тоже связаны с тем, чтобы улучшить и взаимодействие служб, которые находятся на границе, и самое главное, сделать благоприятным прохождение границы для физических лиц. В Бангладеш планируется создать сеть сервисных центров по обслуживанию техники Амкадор. Сегодня в Совете Республики обсуждали перспективы расширения сотрудничества Белоруссии и этой Южноазиатской Республики. Подписан договор на поставку около 700 единиц машин Амкадор на общую сумму 50 миллионов долларов. Обсуждали также возможность закупок белорусских мазов, тракторов и техники для коммунального хозяйства. Сегодня мы обсуждали с господином министром вопросы по тракторам. Тракторам небольшой мощности, порядка 9-12 лошадиных сил для фермерских хозяйств. И, как уже и сказал господин министр, если эта техника пойдет, как говорится, будет востребована, то мы, в принципе, договорились о создании совместного сборочного производства, потому что рынок достаточно большой. Нам следует организовать мастерские. Сервис этого оборудования в Бангладеш. Это только начало нашего сотрудничества, и оно будет развиваться в будущем. Как школьники становятся начинающими бизнесменами, а вундеркинды изобретают технику будущего. Белорусский союз молодежи подвел итоги года молодежи. Одним из самых ярких проектов стал уже традиционный конкурс «100 идей для Беларуси». В этом году название самой перспективной инициативы претендовали около 2000 участников со всей Беларуси. Лучших назовут в январе. А между тем, креативные идеи уже получают поддержку и находят применение в самых разных сферах. От культуры до IT-технологий. Так, например, юные таланты представили сегодня робототехнику собственной разработки. Экспонаты для будущего музея ретро-компьютеров, а также поделились опытом проведения экзит-пулов и организации благотворительных акций. У нас в стране для молодежи делается очень многое. У молодежи есть выбор. Это самое важное. Самое важное то, что сегодня есть огромные возможности для реализации своих способностей, своего потенциала. И очень важно, что наши молодые ребята доказывают не словами, а делами, побеждая на различных площадках, на научных олимпиадах, в спорте, в творчестве, в IT-технологиях. Год молодежи. Если посмотреть на все проекты Белорусского республиканского союза молодежи, то можно сказать, что все они созданы с молодежью. Допустим, также 100 идей выставка. Это же молодежные инновационные проекты. Они продвигают молодежь. Также «Студент года», «Молодежный триумф», «Цветы Великой Победы», когда мы провожали, встречали поезд, там была одна молодежь. Ну и ветераны, конечно же. Первый конкурс молодых литераторов проведут в Белоруссии. Об этом говорили сегодня на юбилейном заседании правления Союза писателей. Творческой организации писателей, поэтов, драматургов и критиков исполняется 10 лет. Уже в феврале на международной книжной выставке-ярмарке пройдет симпозиум молодых литераторов. Государство активно помогает продвижению молодых авторов. Только в этом году на издание книг талантливых писателей было выделено более 20 миллиардов рублей. Писатель, человек, который работает сегодня, так скажем, с душой человека, с его духовно-нравственным миром, он должен охватывать абсолютно все сферы и независимо от временных каких-то исторических событий. Но в то же время он является частью этих событий. Не хотелось бы, чтобы затравились темы семьи, темы тех традиционных ценностей, за которые, наверное, наши отцы и деды не просто сражались, а жили. В Стамбуле усилены меры безопасности аэропортов и вокзалов. Под усиленный контроль объекты были взяты после взрыва в воздушной гавани, который прогремел сегодня рано утром. Полиция не исключает, что это был теракт. Прилегающие территории патрулируют вооруженные полицейские. Воздух подняты вертолеты. ЧП произошло в зоне стоянки самолетов. Пострадали два сотрудника аэропорта. Позднее один из них скончался. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в салоне лайнера. Сейчас эксперты проводят тщательные проверки всех самолетов. Отмечу, что несмотря на случившийся, аэропорт продолжает работу в штатном режиме. В Бельгии из-за наплыва беженцев собираются пересмотреть Конституцию. В частности, мигрантов хотят лишить постоянного вида нажительства. Вместо него им планируют давать только временную защиту. На данный момент законопроект обсуждается в парламенте. Если документ будет принят, то разговаривать о дальнейшей государственной защите, нуждающейся в убежище, сможет только через пять лет. При этом он должен будет доказать, что ситуация в той стране, откуда он приехал, не улучшилась. В противном случае он должен будет покинуть страну и отправиться обратно домой. В центре Стокгольма неизвестный бросил взрывное устройство в помещение ресторана. Заведение было закрыто, однако в тот момент в нем находился обслушивающий персонал. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента находятся представители правоохранительных органов. Специалисты пытаются установить тип сработавшего устройства. Громкий скандал разгорается в американском штате Вашингтон. Там из тюрьмы по ошибке выпустили на свободу 3000 преступников. Инцидент произошел из-за сбоя в системе подсчета срока примерного поведения. В итоге большая часть ошибочно освобожденных отбыла в тюрьме на 49 дней меньше положенного. А одному из заключенных удалось оказаться на свободе на 600 дней раньше срока. Ошибка произошла еще 13 лет назад, однако все подробности этого дела всплыли только сейчас. Европейские горнолыжные курорты терпят убытки за теплые зимы и до сих пор не выпал снег в итальянских Альпах. В итоге на знаменитых курортах, обычно привлекающих тысячи любителей зимних видов спорта, предлагают как летом совершать пешие прогулки. Исключение составляют разве что недоступные высокогорья. В ближайшей перспективе синоптики похолодания не обещают. По словам специалистов, нынешний сезон приближается к почти полуторавековому рекорду. Такой теплой зимы не было с 1880 года. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Простая невнимательность за рулем чуть не стоила жизни водителю микроавтобуса в Будокошелевском районе. Мужчина буквально протаранил стоявший на обочине грузовик. От мощного удара в прицепе даже вырвало крепление заднего моста. А правая передняя часть микроавтобуса оказалась зажата под грузовиком. Водитель микроавтобуса родился в рубашке и отделался лишь травмой руки. Остановился долить омывающей жидкости бочок. И вот в это время, буквально через полминуты произошел удар. Ну а по словам этого водителя потерпевшего, он говорит, что отвлекся. Лучшие педагоги столицы в 16-й раз подвели итоги работы за год. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Верхний город». Более полусотни грантов Минграсполкома за разработку инновационных проектов получили руководители учреждений образования, учителя, воспитатели дошкольных учреждений. Особое внимание уделили поощрению молодых специалистов. Сегодняшнее мероприятие очень важно и ответственно для меня и для моих коллег. Разработали проект внедрения моделей формирования гражданской компетенции учащихся в условиях интерактивной среды школьного музея. Современный учитель, педагог должен быть творческой, неординарной личностью и постоянно стремиться постигать новое. По всей Беларуси продолжается акция «Наши дети». Политики, общественные деятели традиционно перед зимними праздниками посещают детские дома и больницы. Сегодня они пришли в гости к ребятам из Республиканского центра для детей-инвалидов. Специально для гостей ребята подготовили праздничный концерт и новогодний спектакль. И, конечно, каждый малыш получил подарок – мягкую игрушку и сладости. Чем больше мы помогаем друг другу, чем больше хорошего мы делаем друг другу, чем больше внимания мы оказываем друг другу, тем добрее становится мир. И акция «Наши дети» – это акция добра, акция любви, акция милосердия и акция сплоченности нашего белорусского общества. Я получил подарок. Я хочу еще, чтобы в следующем году был Новый год. Дедушка Мороз, все гости понравились. Сегодня было очень классно. Я этот день никогда не забуду. Очень-очень захватило то, что к нам приехали те, кого мы видели только в телевизоре. И это очень впечатлило, что мы смогли с ними сами пообщаться лично. В гости к Деду Морозу. Сегодня в Минске в парке Горького открылась резиденция сказочного волшебника. Дедушка будет встречать гостей ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Маленькие посетители будут читать стихи, петь песни, разгадывать загадки и танцевать. Ни один ребенок не уйдет без подарков из волшебного сундука. Работать резиденция Деда Мороза будет до 7 января. Спасибо. Спасибо. Весело. Наш вкуснятик не послужил. Починял от тенников. И теперь тененки нужно. Давайте восемь пусырков. Ничего. Ну настоящая умница. Молодец. Пришли, конечно, очень удивились. Приятно. Такой маленький праздник здесь. В такую погоду мокрую. Очень приятно было увидеть Деда Мороза и деток. Тут мы встретили Деда Мороза. Дед Мороз заблудился. Не смог найти свою резиденцию. Дима его взял за руку и сюда привел. Песенку спел Деда Мороза. А он тебе подарил? А он мне подарил книжку. Еще Дед Мороз обещал, что на Новый год будет снег. И мороз по-настоящему. Ну а главный финский Дед Мороз сегодня вечером покинет свою резиденцию, чтобы отправиться по всему миру развозить подарки. За его передвижением можно следить в интернете. Сейчас последние приготовления ему помогают сделать эльфы. Ведь в этом году на почту волшебника пришло около полумиллиона писем. Причем не только от детей, но и от взрослых. Отмечу, что деревня с резиденцией Деда Мороза остается самым популярным туристическим местом в Финляндии. Такова информация на этот час. Далее новости спорта. Следующий выпуск новостей в 19.30 проведет Юлия Александрова. Всего доброго.